Позвольте представить вам Татьяну Александровну Касаткину, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы. Я напоминаю и сообщаю тем, кто еще об этом не знает, что сегодня начинается цикл из трех лекций, которые Татьяна Александровна любезно согласилась прочитать у нас в университете. Сегодняшняя лекция на территории Никола Кузнецкого храма проходит, а вторая и третья лекции будут прочитаны в учебном корпусе на Иловайской улице 17 и 24 февраля. Это четверг. Давайте приступим к занятиям. Спасибо. Так слышно нормально? Да. Хорошо. Я бы эту первую лекцию назвала бы фразой, которую у Достоевского очень любил Юрий Федорович Корякин. И вообще она, как бы, истористам нравится. Это тоже из черновиков к бесам, наверное, самый такой богатый источник неожиданных, необычных, очень отчетливо сформулированных мыслей. Так вот, эта цитата звучит так. «Пусть потрудятся сами читатели». То есть мы будем говорить о том, ну, во-первых, почему мы с вами необходимы в качестве филологов, почему мы необходимы богословам, почему мы необходимы философам, почему мимо нас целые пласты смыслов для представителей этих специальностей оказываются абсолютно недоступными. Так что вот это такой будет апофеоз филологии. Но прежде чем к нему перейти, я бы хотела сделать маленькое объявление. Потому что на данный момент в Москве очень много всяких филологических групп, семинаров и так далее. И мы все не очень хорошо друг о друге знаем. И вот я хочу вам сказать о том, что проходит регулярно уже второй год семинар на Беляево, который ведет Анастасия Георгиевна Гачева. Она приглашает самых разных людей. И начинается с 22 февраля семинар, он научный семинар, он как бы даже в Корее он для уже состоявшихся ученых, но это ничего не значит. То есть просто это состоявшиеся ученые, которые будут приходить и делать свои доклады на ту тему, которая скорее методологическая, чем какая-то смысловая. Этот семинар называется «Чтение по композиции текста». То есть мы будем говорить о том, как вообще текст устроен, каким образом смыслы из него извлекаются, каким образом филология становится почти математической наукой и при этом совершенно не утрачивает в своей прелести филологии. Достовский, кстати, очень любил слово математическое, но вообще же по образованию, как вы помните, инженер-строитель, военный инженер. Поэтому, когда он употребляет слово математическое, он его употребляет не так, как мы филологи. Он его употребляет в абсолютно буквальном и точном смысле. И практически все время наставит на точности вот этих значений. Так вот, эти семинары, они будут идти, и вот если Маша Данчук встанет, то вы их все увидите, и ей можно просто дать свои электронные адреса, и она будет делать рассылку вот по этим двум семинарам для всех желающих. Один проходит на Беляево в музее Федорова, другой будет проходить в институте мировой литературы, по вечерам, под которые на Беляево, он по воскресеньям в 2 часа. Он, за который в МЛИ, он в 6 часов по вторникам. Вот, так что давайте как-то соединяться и пытаться работать вместе, находить общие пути. На самом деле, нас, вот сейчас видно, что нас довольно много, но действительно заинтересованных филологов, заинтересованных кровно в том, что они делают, ну, как и людей, заинтересованных в любом деле кровно, да, и все равно всегда не так уж и много. Поэтому, чтобы не потеряться, давайте как-то соединяться. Вот. И вот, значит, пусть потрудятся сами читатели. Опять-таки, апеллируя к прошлому году и к Толстому, да, вот уж Лев Николаевич, он не все заставлял трудиться, то исключительно на читателя, то исключительно как бы на поднятие тяжести. Потому что, ну, 4 тома, да, Вальнина и Мира, 2 тома Анны Карениной. Но при этом он как раз все стремится объяснить. Он все разъясняет несколько раз и прямыми словами. И на случай, если кто-то что-то не понял, он еще раз повторит. Достоевский не просто рассчитывает на сотрудничество читателя. Он очень специфически рассчитывает на сотрудничество читателя. Я сейчас объясню эту специфику. Он уже вот в самом как бы этом сотрудничестве с читателем, он уже богослов. Он уже вводит нас в сферу опытного постижения вот этого вот требуемого человека со-работничества с Господом. Потому что мы знаем, да, что вот Господь, Он трость надломленный не переломит, а и на курящегося не угасит. То есть никогда никакого насилия по отношению к человеку он не производит. И Роман Достоевского, они построены по такому принципу, что из них может читатель извлечь ровно то, что он готов услышать. То есть ему не навязывается некоторая мысль. Эта мысль не внушается ему дискурсивно, навязчиво и настойчиво, как это делать с Толстого. Ему, наоборот, нечто предлагается, а дальше он уже может из этого что-то извлечь ровно настолько, насколько он готов это извлечь. Каким образом это можно сделать? Вот таким же образом, каким это делает Бог. Да? Потому что Бог разговаривает с нами, конечно, словами Евангелия, но еще и вещами этого мира. Есть две книги «Откровение Господних», как известно. Одна – это Священное Писание, а другая – это мир им созданный. Все вещи мира – это слова Бога к нам обращенные, и из них мы можем услышать ровно то, что мы услышать способны и готовы именно на данный момент. И обращаясь к одному и тому же образу, я наконец произнесу это слово, мы в разное время извлекаем из него совершенно разные вещи. И вот Достоевский, он в противоречии с тем, как его прочитывали на протяжении практически всего XX века, он писатель именно образа. Он писатель образа, а не слова, потому что он писатель слова воплощенного. А воплощенное слово – это и есть образ. И вот, чтобы не быть совсем голословной, и чтобы вам не приходилось мне просто верить, я вам приведу несколько цитат, которым Достоевский описывает вот этот вот самый характер творчества в самых разных и неожиданных вариантах. Например, в частности, вспоминая слова Белинского, которые тот ему сказал после чтения его «Бедных людей». Вообще Достоевский к Белинскому относился, мягко говоря, не очень. И если уж он его цитирует, и если уж он приводит целые два пассажа вообще, то значит, для него они как-то очень важны. И вот смотрите, что именно он цитирует, да? Белинский ему говорит, «Мы, публицисты и критики, только рассуждаем. Мы словами стараемся разъяснить это. А вы, художник, одной чертой разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтобы самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно». То есть критики говорят словами. Критики рассуждают дискурсивно, последовательно, да? И мы слышим их мысль. А художник предлагает образ, и самому нерассуждающему читателю вдруг становится все понятно. То есть образ не просто дает возможность увидеть столько, сколько человек готов увидеть, но образ и дает возможность увидеть и услышать гораздо больше, чем человек на самом деле готов и способен услышать и увидеть сейчас на сознательном уровне. гораздо больше того, что он сейчас готов осознать. Этот образ, он как бы в него падает и постепенно там начинает прорастать, как зерно. Слова, рассуждения мы забываем. Образ в нас остается, и иногда через 20 лет мы вспоминаем, и совсем по-иному уже его оцениваем и осмысливаем, да? И понимаем, что же он на самом деле значит. То есть образ способен попасть в нас и начать разворачиваться внутри нас. Такая бомба. И заметьте, да, для самого нерассуждающего человека, Адостоевский опять-таки очень любил эту идею, что очень многое можно знать бессознательно. То есть есть вещи, которые не обязательно выражать вот этими самыми длинными рассуждениями. Есть вещи, которые концентрировано лежат как бы у человека в сердце, вот в этих вот образах, и он в соответствии с ними действует. Хотя он и не сформулирует их как принципы своих действий. И вообще он не рассуждающий, он как бы не об этом. Он, допустим, действительно действует. Но действует он ровно в соответствии с тем, что если бы взялся формулировать там опытный философ или богослов, составило бы там какие-нибудь сто тезисов, которые можно было бы куда-нибудь выставить или прибить. Но которые, еще раз говорю, абсолютно определяют все его действия, не будучи сами определенными в нем, не будучи для него разворнутыми в эту самую философскую систему. То есть образ – это нечто, что определяет именно сознание, чувство, действие человека, не будучи развернуто вот этими самыми формулированными правилами жизни. правилами отношений человека с человеком. Человек это делает и не знает, почему он делает. Оказывается, он когда-то в детстве книжку считал. Вот я хочу напомнить фразу, с которой я практически начала свой доклад на конференции. Те, кто слышал, они ее опознают. Рассмотрите ее тоже несколько с другой точки зрения. Вот смотрите. В записных тетрадях Достоевский пишет, запишет, это реплика персонажа предлагалась тоже. В записных тетрадях опять-таки к бесу. Князь, да, они все на Христа, на Анге, считают его за обыкновенного человека и критикуют его учения, как несостоятельное для нашего времени. А там и учения-то нет, там только случайные слова, а главное образ Христа, из которого исходит всякое учение. То есть, опять-таки, слова вдруг, это очень крайнее высказывание, сейчас повторю, оно не Достоевскому принадлежит, но оно очень важное для него тоже. Он очень часто в записных тетрадях формулирует то, что не будет никак формулировано в его текстах. То есть он, в отличие от Толстого, в своих художественных текстах уходит от тех формулировок, которые он прописывает и очень четко в черновых записях. Значит, смотрите, ведь сказать, что может быть вообще сильнее этого высказывания, в учении Христа только случайные слова, а главное, это образ Христа, из которого исходит всякое учение. То есть Достоевский, как бы здесь замахивается на что-то очень, наверное, нам непривычно, потому что мы довольно долго находились в ситуации, когда нам предлагали считать форму содержания вещами не разделимыми, вне формы нет содержания. А Достоевский, дальше я вот сейчас еще приведу еще одну тоже интересную цитату, и, наверное, мы с цитатами закончим. А Достоевский утверждает, что один и тот же образ может быть передан посредством разных слов, посредством разных рядов мыслительных. и он все равно останется тем же. То есть не важно в этом смысле, в каком-то смысле можно сказать, не важно, какую книжку мы читаем. если она о том самом, о том центральном образе в истории человечества, мы, если это, мы понимаем, читаю, если это наш путь, то мы придем ровно к тому центральному образу, который встает в центре нашей культуры. То есть к этому образу могут быть самые разные пути и через самые разные слова. Я сейчас поясню, что я не в виду, потому что, наверное, более всего то, что я сейчас говорю, имеет отношение к проблеме перевода текстов, общей филологической проблеме перевода текстов, и в частности проблеме перевода текстов Достоевского в другие искусства. то есть экранизации, постановок театральных, мультипликации и прочее. И по этому поводу, как вы знаете, регулярно возникают большие споры. А вот что делать, надо ли сохранять вот именно вот этот самый словесный ряд, в каком объеме его необходимо сохранить и так далее. Если мы посмотрим на экранизации, постановки и прочее по произведениям Достоевского, то самое гениальное в этом плане это, во-первых, мультипликация, это прежде всего «Сон смешного человека», да, и во-вторых, это балет, братья Карамазова. Это вещь, в которой слов вообще нет. Ну, в мультфильме есть, но мало. Они очень важны, они там действительно ключи. То есть, художники работали образами. И им абсолютно удалось вот это вот, донести то самое, что Достоевский заключал вот в некоторые слова, да, посредством совсем иных движений, образов, рисунков, каких-то, да, рядов рисунков. так что это получилось абсолютно адекватно тому, что Достоевский замысил. И вот самое-то интересное, что это абсолютно согласуется с точки зрения с идеей самого Достоевского. к тому, что у Достоевского был опыт вот такого вот, такой попытки постановок его произведений еще при жизни, да, ну, естественно, театральной сцене. И вот одной из дам, которая к нему обратилась с предложением переделать роман «Преступление и наказание» для театра, он пишет следующее. «Насчет же вашего намерения извлечь из моего романа драму, то, конечно, я вполне согласен, да и за правила взял никогда таким попыткам не мешать. Но не могу не заметить вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере, вполне. Есть какое-то тайное искусство, по которому этическая форма никогда не найдет в себе соответствия драматическое. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей. Так что одна мысль не может быть никогда выражена в другой, не соответствующей ей форме. А дальше другое дело. То есть он сейчас говорит о чем? О сложностях вообще вот этого перевода между разными искусствами. А дальше смотрите. Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман. Мы с вами так, правильно, бьемся за что? За то, чтобы как можно менее переделывали и меняли. Вот достоятельства. Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь какой-нибудь эпизод для переработки в драму или взяв первоначальную мысль «совершенно измените сюжет». То есть взяв вот эту самую мысль, которую Достоевский назвал «поэма-романа», у него было такое постоянное выражение, «передать ее совершенно иначе». И этот факт отразился в удивительном радикальном отличии черновых записей Достоевского от текстов романа, которые именены. Вам как филологам будет просто интересно. Возьмите рядом положитель черновики и роман Достоевского «Наверное идиот» самое интересное, хотя там очень мало сохранилось сравнительно черновиков, особенно от поздней стадии, потому что они просто при въезде были в Россию уничтожены. Идиот писался в Европе. Достоевский был за границей четыре года. А вот это вообще просто параллельный роман. И нормальным человеку понять, как из этих записей можно было сделать те, которые результаты у нас получились, вообще довольно сложно. И даже когда Достоевский уже переходит к записям, которые идут просто параллельно с написанием основного текста, который он постоянно отсылает в редакцию, сходу, даже там в этих самых текстах все время идут какие-то параллельные сюжеты, которые никогда не входят в основной текст. Но еще раз говорю, главное отличие, что в черновых записях он часто высказывает напрямую то, что в романе оказывается только показано. Вот, например, роман «Идиот». Роман «Идиот» в черновиках содержит массу записей, если даже и не массу, на самом деле, то именно ключевые записи это записи о проблеме божественности Христа, это записи о Ринане и о книге Ринана, которые, как вы знаете, абсолютно исчезают из закончательного текста. Никаких малейших намеков вообще на книжку не будет. Но весь роман становится романом о проблеме божественности или не божественности вот этого самого идеального человека, возможно. И что вообще происходит в том случае, если он не Бог? С другой стороны, в Братьях Карамазовых фраза, которая записана просто многопратно «Или я, или иных». Очевидная отсылка к апокалиптическому сюжету, когда два пророка, взятые живыми, не закончившие свою жизнь, возвращаются для битвы со зверем и убиваются зверем. В Братьях Карамазовых не Ильи, не Иноха, хотя Илья все-таки есть. Это Илюшечка. И дальше оказывается, что Достоевский совсем иначе развернул этот сюжет. Оказывается, что вот он перед нами этот самый пророк Илья, пришедший перед Христом, и его убивают вот эти вот самые мальчики. Его убиваем мы. те самые мальчики, которые потом соединятся вокруг него в это самое братство, которое должно преобразовывать им. То есть оказывается, что звери и Антихрист это вообще-то мы. И что вот это вот всегда нам любезное разделение, вот мы сейчас постреляем всех плохих, и жизнь наконец-то станет хорошей. оно никогда не срабатывает просто по той простой причине, что поле битвы сердца людей, как скажет Дмитрий Карамасов. Одно сердце одного человека это поле битва вот этих вот самых зверя и пророка. И в этом смысле опять-таки апеллирую к своему предыдущему докладу, да, я хочу сказать, что Достоевский все время строит свои произведения в русле перевода евангельского, когда Христос говорит, иди за мной, сутану, а не отъеди от меня, сутану. То есть в духе цикл славянского перевода. То есть в духе восстановления вот этого порядка бытия. В романе братьев Карамазовы даже черт, что последний герой, да, не оказывается исключен из милости автора. Соответственно, что же получается во всей самой позиции автора, где он находится? Если в словах его нет, из слов он уходит, да, он дает там образы, те, которые мы можем узнавать, распознавать, но он никогда не будет нам навязывать свои мысли. Он там же, вот по отношению к своим романам, да, где Господь по отношению к окружающей нас действительности. он туда не вторгается. Он никого и никогда не насилует. Он просто дает звучать тому, что должно и может звучать. И вот смотрите, в этом смысле очень трудно становится переводить Роман Достоевского на иностранный язык, потому что слово оказывается не тем словом, которое работает в этом самом дискурсивном, в этом самом дискурсивном потоке речи, да. То есть слово в дискурсивном потоке речи, оно определено контекстом и им же ограничено. То есть мы всегда примерно знаем, что человек имеет в виду и что он хочет сказать, исходя из того, какие слова это слово окружают. В художественном тексте, в настоящем художественном тексте это никогда не так. То есть в художественном тексте слово всегда присутствует во всей полноте своего смысла и не сводима к своему контекстуальному значению. Перехожу к примерам, чтобы это было понятно. Значит, вот Раскольников, вы помните только, что он совершил двойное убийство, он выходит от старушки и он должен пройти мимо людей, он должен не показать никак того, что с ним происходит. Его начинает страшно трясти, качать, шатать от этого вот нервного напряжения. И ему кричат откуда-то нарезался. что имеет ввиду кричащий? Ну, понятно, да? Кричащий имеет ввиду напился. Заня кричащий имеет ввиду переносное значение слова. А прямое значение слова, да, оно оказывается прямо уличающим героев только что совершенного преступления. При этом, заметьте, тот, кто это кричит, он вообще-то ничего подобного ввиду не имел. Вообще ничего плохого сказать не хотел. Вот. То есть, опять-таки, так же, как это происходит в мире вокруг нас. Мы очень часто не слышим обращенных к нам слов, а в любом слове Господь имеет свою честь. мы их не слышим, потому что мы знаем, что тот, кто их сказал, он дурак. Или тот, кто их сказал, он к нам плохо относится, заветом. Ну, или еще есть масса причин, по которых мы их не слушаем и не слышим. А тот, кто их говорит, он, возможно, совсем не знает, что какое сообщение эти слова на самом деле для нас должны бы нести, если бы мы могли бы услышать в их полноте. То есть Достоевский нам здесь показывает вот этот вот самый принцип того, что любое слово, произнесенное в нашем присутствии, обращено к нам. причем не тем, кто это говорит, а совсем другим собеседникам. Ну, а теперь проблема перевода. Представьте себе, что вот это самое нарезался можно перевести на какой-нибудь другой иностранный язык. Что делать переводчику? Где найти слово, которое сочетает в себе одновременно вот это самое переносное напился, которым конечно же будут переводить это слово опытные квалифицированные переводчики. И одновременно прямое нарезался, которое бы выражало вот это вот самое убийственное действие человека. То есть перед нами текст, который фактически не переводил. Я хочу сказать то, что сегодня уже прозвучало. Так повезло вам русским. У нас есть Достоевский. Он писал на нашем с вами языке. Значит, вот первое. В словах. В словах автор находит вот эту вот возможность вместиться в тот объем слова, который персонажу не понадобился. да, вот он ему крикнул нарезался, он занял вот это вот самое переносное значение слова для себя, а для автора он оставил прямое значение, вот как бы обличительное и как бы и укоряющее, да, и объясняющее одновременно герою, что он сделал. и так работает у Достоевского не только слово, так у Достоевского работают и высказывания. причем знаете, очень интересно у Достоевского самые ключевые места текста, то есть ключевые с точки зрения смысла, с точки зрения того, что хочет нам собственно сказать автор, они будут обозначаться словами. сказал непонятно зачем, почему-то сказал, совсем уж не кстати произнес и так далее, и так далее. Что это? Просто пижонство писателя? Да нет, на самом деле Достоевский тут как всегда очень точен. Он показывает нам, что то, что сейчас сказано, оно как бы переводит текст в другой ключ. то есть мы уходим от вот этого вот сюжетного течения, мы переходим сразу в план смысл. И эти слова, вот нелепые самые слова героев, они оказываются чрезвычайно важными. Вот опять-таки пример, чтобы долго не заниматься вот этими самыми словами, которыми критики говорят, которые ничего ни до кого не доносят. Госпожа Холокова в «Братьях Карамаду». Вообще персонаж совершенно неоцененный вот этой самой критикой, да, которая читает только то, что прямо и непосредственно написано. она просто, ну, вы знаете, могучий философ на самом деле. Вот, в частности, в ситуации со старцем Зосимой и с моментом вот этого самого, провонялся старец вот исхождение для творного духа, госпожа Холокова, ее реплика оказывается ключевой для определения того, что происходит в этот момент в романе. Госпожа Холокова посылает письмо Ракитину, в котором она пишет, что никак не ожидала от такого почтенного старца, как Зосима, такого поступка. Так Витя написала поступка. Это Ракитин Алеша рассказывает, да, подчеркнет Ракитин. Кстати, опять-таки, вот такие слова Достоевский, как правило, несколько раз повторяет, чтобы мы никак не пропустим, но все равно пропускаем, конечно. Потому что мы же даже мы филологи читать не очень умеем. А вы считаете, что с этим богословный филолог? Значит, так и написала поступка. И вот смотрите, ведь это единственное адекватное богословское определение того, что происходит в этот момент по роману. Потому что вот на это самое недумение Константин Леонтьев, тоже уже неоднократно сегодня упоминаем его, что вот от тела скончавшегося старца Зосимы для чего-то исходит тлетворный дух. Заметим, Леонтьев, как хороший филолог, правильно ставит вопрос. Не почему-то исходит, а для чего-то исходит. все в тексте происходит для чего-то, а не почему-то. Вот. Так вот, на этот вопрос уже исследователем неоднократно был дан ответ. Это происходит для того, чтобы не подавить свободную волю человека вот этим самым наглядным и навязчивым чудом. То есть Зосима как бы отступает в область действия законов природы для того, чтобы не навязать веру, не навязать любовь, не навязать. Во всяком случае, так, опять-таки, смысл этого отказа, этого поступка Зосимы применения к Христу прочитывается Великим Инквизитором. Великий Инквизитор говорит буквально следующее. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразни о тебя. Сойди со креста, уверуем, что это ты. Ты не сошел потому, что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом раз навсегда его ужаснувшим. Во всяком случае, непосредственно в тексте нам дан как бы прототип действия старца Зосимы вот в этой ситуации, да, озвучивает его госпожа Хвату. Весьма всеми персонажами читатель, как правило, непочитаемая дама. опять-таки, еще раз, да, любые слова любого человека несут в себе вот этот вот смысл, который человеком очень часто не предполагается и не подразумевается. То есть, это зависит, вот этот вот смысл, зависит не от говорящего очень часто, а от слушающего, потому что у этих слов всегда есть еще другой автор. есть персонаж, который это произносит, есть мы с вами, которые это говорим, есть те, от кого мы это слышим, а есть еще кто-то, кто вот этот вот самый автор всей этой сцены, всего происходящего. И тогда эти слова начинают звучать совсем по-другому. очень интересно, что абсолютно так же вот как эти вот слова, как вот эти высказывания, как вот эти реплики персонажей, которые говорят, которые себе болтают, а одновременно через них идет вот этот авторский очень значимый голос. Также Достоевский использует и французскую речь в своих произведениях. То есть, как правило, мы объясняем, что французская речь в произведении писателя XIX века присутствует там, скажем, для создания характера, среды, воспитания и так далее, и так далее. Вот здесь можно очень хорошо посмотреть, как вот это вот для чего и почему, как они на самом деле распределены. У Достоевского это французская речь, она присутствует потому, что герои позволяют воспитание там и прочее и так далее. Но присутствует она совершенно не для того, чтобы создать и очертить его характер, а для совсем других вещей. вот, например, опять-таки Бесы. Последнее странство Степана Трофимовича совершенно дивная глава, которая вообще переводит вот этот страшный роман в удивительный совершенно план вот этого человеческого возрождения, человеческого обретения Бога и Христа в последние минуты жизни. И вот смотрите, что тут делает Достоевский с этим навязчивым французским языком Степана Трофимовича, который надоел нам сквозь весь роман. Мы очень часто решены заметить то, что делает Достоевский, потому что если мы не учили специальный французский язык в школе и потом в институте, мы же как это читаем? А? Правильно. Мы сразу лезем в подстрочное примечание. Вот. То есть, господа филологи, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы не читаем русские тексты в оригинале. Вот. То есть, так, как они написаны. Смотрите. А там, естественно, перевод предлагают. Какой? Перевод предлагают по здравому смыслу. А здравый смысл, как мы выяснили, это область говорения персонажа, а вовсе не того, кто мы одним из знаний. И вот, значит, да, к Степану Трофимовичу обращаются с назойливыми вопросами, встретившийся крестьянин Анисим. Куда едете? Уж не к нам или в Спасов? Да, я в Спасов, говорит Степан Трофимович, вдруг решивший, что, ну да, надо же куда-то идти, ну ладно, тогда и он туда. Ильмасамблька Тулеймон два Аспасов. Значит, как это переводить, естественно, что мне кажется, что все едут в этот самый Спасов. Но тут он что говорит, Тулеймон, да, то есть, мне вообще кажется, что весь мир идет в Спасов. И это совсем другая фраза. то есть, вот этот вот масштаб того, что говорит герой и через него автор, если мы читаем оригинальный текст, он резко возвышается и увеличивается, да. Дальше, буквально на соседней странице, да, Степану Трофимовичу предлагается Евангелие, да, не пожелаете ли купить, обращается к нему книгонож, протягивая ему евангельскую книгу. Степан Трофимович говорит, мы же круа кёсэль ванжи, с великим удовольствием. То есть, как вам там подстрочное переведут, да, совершенно справедливо переведут, да, да, это кажется Евангелие. Он что говорит, мы же круа, я верую, это Евангелие. То есть, он исповедует в данный момент буквально свою веру в то, что ему предложено, это вот эта самая благая вещь. смысл эпизода оказывается совершенно несопоставимый вот с этим самым смыслом, который мы получаем из эпизода, если мы сразу ныряем вниз к подстрочной сноске. еще раз хочу вам сказать, какое счастье, что Достоевский писал в основном по-русски, потому что представьте себе сложности французов, у них гораздо большую часть текста, да, придется читать, обращаясь к этим самым подстрочным примечаниям. Интересно, что вот это вот занимание автором незанятой области смысла, оно появляется и при цитировании Достоевским художественных, то есть живописных произведений. Опять-таки в «Бесах» очень известный момент описания картины Клода Лорена «Асиса Галате». И картина эта представляется как изображение золотого века человечества, такого его земного рая, только представляет так Ставрогин. И мы ему верим, если как минимум не заглянем в примечание к роману. где есть описание этой картины. Вообще как бы опять-таки Достоевский рассчитал на то, что картинку видели. Дело в том, что этот самый пейзаж золотого века и земного рая человечества он венчается фигурой циклопа, который стоит и сейчас вот этот камушек сдвинет и его на ася сату уронит. Да, и дальше вот там потечет вот эта речка слезная голота и так далее. То есть это образ вот этой вот приходящей любви земной, которая подвержена вот этой смерти и тлению, которая подвержена любой угрозе, уничтожению всегда и в любой момент, на которой все время смотрит вот это завистливое око, это тот самый образ вот этого земного рая, который и может быть единственным, если кроме этого рая ничего нет, если все упирается вот в эти самые действующие законы природы. Когда циклоп вновь появляется в картине, да, он должен там появиться усилием читателя, который эту картину видел, то эпизод тоже начинает читаться абсолютно иначе. И вот наверное следующее, что нам нужно с вами сделать, это посмотреть, как это реализуется в детали. Когда слово уже собственно становится не просто словом, а слово воплощается, сначала воплощается как вещь, оно превращается в вещь. А в авторском кругозоре эта самая вещь сюжета, она естественно становится символом. Если она работает так, как слово в предыдущих примерах, да. И вот в этом смысле очень интересно, там вообще преступление наказания это перенасыщенные смыслами романа. Он вообще очень легко подвергается действительно экзогетическому толкованию, просто на всех четырех уровнях раскладываются эти эпизоды, что и неудивительно, да, он строился вокруг вот этой самой евангельской цитаты, о которой сегодня вспоминали, про которую никто не мог сказать из какой-то книжки. Он как бы приобретает свойства вот этого прототекста. Поэтому там почти любой эпизод можно брать и он будет совершенно бездомным. Бездомным. Так вот, часы Раскольникова вообще очень важны. очень важные вещи у него, да, он приносит их закладывать в качестве пробы перед совершением убийства, да. Что угодно произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. Заклад принес вот что, и он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная. Да ведь и прежнему закладу срок еще месяц, еще третьего дня месяц как минул. Я вам проценты еще за месяц внесу, потерпите. А в том моя добрая воля терпеть или вашу вещь теперь же продать. Много ли за часы, Талия Ивановна? С пустяками ходишь, батюшка, ничего почитай не стоит. Рубля четыре дайте, я выкуплю отцовский, я скоро деньги получу. Полтора рубля и процент вперед, коли хотите. Полтора рубля воскликнул молодой человек. Воля ваша. И старуха протянул ему обратно часы. Молодой человек взял их, до того рассердился, что хотел было уже уйти, но тот час отдумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он еще и с другим пришел. Давайте, сказал он грубо. Ну, первое, да, доставшиеся расходнику от отца часы, серебряные, старые, плоские, наоборот изображен глобус. Никаких ассоциаций не взывает. Что у нас вообще в виде глобуса? А? Ну, память земля, да? А что передавалось, что как бы, что являлось олицетворением этой самой земли и передавалось по наследству? Держава царская. Вот. Вот отца к сыну. Там просто сейчас об этом долго было бы говорить, но в романе отец Расконникова просто навязчиво ассоциируется непосредственно с отцом небесным. Вот. То есть Расконников от отца получает что? Вот это вот самый знак власти и ответственности за мир. серебряные часы, да, в системе романа явственно противопоставленные золотым часам, а в евангельской притче о талантах талант, как мы знаем, это мир серебра. То есть талант то, что вручается человеку, чтобы он вот этим самым врученным хозяйствовал и его преумножало. И Расконников то себя всегда ощущает совершенно в противоречии со всеми здравыми чувствами и суждениями за все ответственным. Ответственным за все, что происходит на его глазах. Странный вопрос. Вот. То есть талант этот самый, врученный Расконникову, как в общем на самом деле всякому человеку, да, это вот тот самый мир, где он хозяин и работник. Мир, который он должен преображенным вернуть тому, от кого он его унаследовал. То есть это мир, где действительно герой ответственный за всякое творение, где он все признан питать, кормить и воспитывать. Вот. И мы помним, что все свои деньги Расконников отдает на спасение, на пропитание, на воспитание тех, с кем ему удалось просто случайно столкнуться. Начиная с этой самой девочки, которая преследует пьяного. Свои деньги, потому что деньги, которые... А свои деньги у него откуда? Свои деньги у него из двух источников. Это либо пенсия мамы, а пенсия мамы это то, что он опять-таки получает от отца, да, либо это вот эти вот самые заклады, когда он закладывает вещи опять-таки отцов, как правило. Или сестрин, тоже полученные в наследство отца. То есть, герой всегда расплачивается, вот за все эти случаи, да, отцовскими деньгами. Вот. Вот. Причем это деньги, да, не заработанные, не, тем более, не награбленные, а вот как будто падающие с неба, неизвестно откуда. В последний момент всегда приходящие получающиеся. Но сознательно-то Раскольников свое задание извращает, да, и он вот это вот возможное преображение мира, когда вот это вот изобильное подаяние всем вообще-то хватит. он сводит вот это вот преображение мира к его переустройству, к его как бы реорганизации, то есть к перекройке, к перераспределению богатств. Вот. А это всегда является судьбой мира автономного. Вы знаете такую вот эмблемку «змея, кусающая свой хвост», да, «уроборос», да, то есть это символ чего? Вот того, чтобы где-то прибыло, надо, чтобы где-то убыло. Это вот эта самая материя, которая ест себя для того, чтобы возобновляться. Система Тришкина кафтана, которая всегда господствует в замкнутом мире, когда всегда надо у кого-то отобрать, чтобы кому-то дать. Вот. И вот он, да, и приступает к этой самой перекройке уже мироздания, буквально раскраивая череп одному из созданий этого мира, у которого лишние деньги есть, как он считает. И таким образом отдает истинную власть и волю, которая ему дана вот с этими часами, за самовласть и свои воли, за произвол. И вот интересно, что в этой самой сцене заклада часов тема воли отчетливо возникает, да, мы слышали. Именно здесь обнаруживается вот эта завязка всей вот этой романной темы. Когда речь заходит о продлении срока прежнего заклада, Алена Ивановна говорит, теперь вся воля моя. Поразительно, но пока это еще добрая воля. Моя добрая воля, да. И заметим, что именование Алены Ивановны персонажами по ходу сюжета ведьмой возникает только после того, как она уже убита. До убийства ее ни разу так не назовут. То есть каждый из нас опять-таки Достоевский так же как мы являемся собственными собственными врагами мы человечество антихрист вот это главная тема преступления наказания вот так же как бы врага для того, чтобы заложить ему мироздание мы создаем себе сами. И существенно с этой точки зрения символика цены Раскольников назначает этим самым часам с глобусом цену четыре ну число мира четырех сторон света элементов мироздания и так далее вот этого самого действительного мира настоящий вот Алена Ивановна дает ему не просто меньшую цену он дает дробную цену то есть как бы заведомо цену вот этого мира уже расколотого отторгнутого творца узор первого вот практически каждая вещь работает таким образом во-первых как вещь в сюжете да а во-вторых как символ куда закладывается уже авторская позиция третий уровень вот этой вот самой реализации авторской позиции это наверное уровень сюжета и сюжетной сцены и вот здесь происходит что-то совершенно удивительное потому что мы и на прежних примерах видели как бы вот это двуслойность как минимум двуслойность слова двуслойность образа а здесь мы наконец видим куда нас все это вело дело в том что за внешним сюжетом и за внешней историей в произведениях Достоевского оказывается всегда стоит некий старинный сюжет и некая древняя история это сюжет и история которые являются фоном всей жизни человека-христианина это история креста старец Зосима скажет удивительные вещи что за книга это священное писание какое чудо и какая сила данные с ней человеку точно извояние мира и человека и характеров человеческих и названо все и указано на веки веков то есть как бы в центре мира уже стоит некое его извояние извояние этого самого мира извояние характеров человеческих и все это названо и указано на веки веков а каким образом это происходит то есть любое новое событие описываемое в романе на самый современный сюжет оказывается репрезентацией в современности вот этого самого извоянного вечности события священной истории и вот это новое событие оно прочитывается согласно авторскому замыслу лишь на фоне того что есть его вечный первообраз сейчас пойдем к примеру тут только надо сказать что Достоевский не просто так строил образ своих романов он вообще так видел мир вокруг себя опять-таки то есть он строил образ своих романов только так как он видел мир вокруг себя в этом смысле чрезвычайно интересно письмо Достоевского Масленького по поводу дела Корниловой Масленьков это такой молодой почитатель Достоевского был он служил в ведомстве от которого зависело как что делать с просьбами о помиловании и вот он читает в книге писателя историю вот этой вот молодой двадцатилетней мачехи которая выкинула в окошко свою шестилетнюю падчерицу оделась и пошла доносить на себя в полицию а падчерица встала на ножки и пошла то есть ее естественно схватили остались из убийства намеренные она же намеревалась ее убить а Корнилова была еще к тому же и наверное на пятом месте беременности и вот Достоевский пишет в дневнике писателя о том что вполне возможно что вот совершенное ей преступление оно совершенно не отражает реального характера этой женщины и даже отношение к семье и ее отношение к ребенку а может быть вызвано вот этим самым эффектом беременности и что надо будет пожалеть семью и не ссылать женщину уже на всю жизнь в Сибирь да наказывая за одно не родившегося ребенка и так далее и так далее Масленников вот этот его молодой почитатель решает способствовать прохождению апелляции судебной и пишет Достоевскому письмо где предлагает план совместных действий Достоевский отвечает ему чрезвычайно прагматичным посланием излагает все что уже сделал согласно этому плану и вдруг без абзаца переходит к следующему в Иерусалиме была купель Лефезда но вода в ней так далее становилась целительной когда ангел сходил с неба и возмущал воду расслабленный жаловался Христу что уже долго ждет и живет у купеля но не имеет человека который опустил его в купель когда возмущается вода по смыслу вашего письма думаю что этим человеком у нашей больной хотите быть вы не пропустите же моменты когда возмутится вода за это наградит вас Бог а я тоже буду действовать до конца смотрите за этой вот историей или вот в глубине вот этой самой истории молодой мачехи вот за действием за действием да хлопочущего о ней молодого масленников да Достоевского вдруг встает евангельская история о расслабленном о расслабленном дожидающемся человека у купеля потому что если нет человека то приход ангела все равно не принесет исцеления то есть нужно сотрудничество соработничество это история да вообще это история как раз соработничество бога с человеком о чем Анастасия Георгиевна так хорошо напомнила и вот причем заметим евангельская история это под пером Достоевского она продолжается она не застывает она не повторяется без изменений по тому же прежнему сценарию она как бы возобновляется во времени и Христос каждый раз смотрит сумеет ли и сможет ли и захочет ли наконец человек справиться без его непосредственного вмешательства потому что с расслабленным не получилось он своего человека не дождался он дождался Христа в зуетате Бога и человека в одном лице то есть а Христос ждет вот сможет ли человек найдется ли каждый раз для этого расслабленного человек готовый занять его место в этой истории да сработничая с Богом который посылает ангел возмущать будет то есть Достоевский как бы видит мир как продолжающий разворачиваться Евангелие в котором находятся ответы на те вопросы на которые в Евангелии ответов не нашлось в истории продолжается а история ведь должна была закончиться очень быстро люди которые видели первое пришествие Христова ждали на своем веку второе пришествие так вот история должна была закончиться очень быстро но она не закончилась и длится по сей час потому что всех ответов на поставленные в Евангелии вопросы так еще и не дано было и вот они каждый раз находятся и даются но заметим да Достоевский видит вот эту вот историю в формах в которых ну наверное мы бы никогда ее не заметили нам бы не пришло в голову сделать такую ассоциацию если бы ее не сделал сам Достоевский в своем письме то есть в своих произведениях он строит образ точно так же то есть как он дает новый и по первому впечатлению абсолютно не похожий на тот самый образ уже однажды явленный образ то есть он дает вот этот вот новый совершенно образ не для того чтобы повторить или воспроизвести евангельскую историю а именно для того чтобы как бы дать ей вновь действовать во времени для того чтобы вот прежде явленному образу в новом обличии дать возможность развернуть какие-то спой новые новые возможности я думаю что опять переходим к примерам тем более что примеры здесь совершенно сокрушительные надо сказать что Достоевский не просто показывает нам что евангельская история постоянно возобновляется в нашей жизни он еще им заставляет нас пережить эту евангельскую историю как впервые нам явленную потому что мы слишком привыкли 2000 лет это очень большой срок от нас все это отодвинуто очень далеко мы как бы у нас уже образовалось такое эстетическое восприятие мы вполне можем сказать красивое распятие и у нас ничего не другим даже в первый момент а может и у второй вот Достоевский показывает нам такую картинку которая просто взрывает все наши внутренности а потом оказывается что это та самая картинка которую мы уже однажды видели но к которой мы просто привыкли то есть вот в этом вот сочетании сиюминутного и вечного того что вошло как вечность в историю две задачи во первых показать что оно никуда не уходило из нашей жизни и что наша жизнь освещена ровно настолько насколько мы делаем вот этот шаг второй навстречу Богу Бог все свои шаги уже сделал и теперь ждет шагов от нас то о чем постоянно говорят без всякого понимания читатели тоже старец засима жизнь есть рай да мы не знаем того все уже сделано с одной стороны не сделано только с другой стороны с нашей и с другой стороны он будет нам постоянно напоминать о том как это было тогда наверное в романе братья Карамазовы самая сокрушительная история которая как бы брошена им в лицо Богу и мирозданию да ну не считая историю с ананасовым компотом это история о затравленном собаками мальчики я прочитаю напомню это было самое мрачное время крепостного права еще в начале столетия рассказывает Иван и да здравствует освободитель народа был тогда в начале столетия один генерал генерал со связями большими и богатейший помещик но из таких правда и тогда уже кажется очень немногих которые удаляясь на покой со службы чуть-чуть не бывали уверены что выслушали себе право на жизнь и смерть своих путанок такие-то тогда бывали ну вот живет генерал в своем поместье в две тысячи душ чванится третирует мелких соседей как приживающих шутов своих в сарне с сотнями собак и чуть не сотни псарей все в мундирах все на конях и вот дворовый мальчик маленький всего восьми лет пустил как-то играя камнем и зашиб ногу любимой генеральской гонщины почему собака моя любимая охромила докладывают ему что вот дескать этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб а это ты оглядел его генерал взять его взяли его взяли у матери всю ночь просидел в кутузке на утро чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту сел на коня кругом него приживальщики собаки псори ловчие все на конях вокруг собрана дворня для назидания а впереди всех мать виновного мальчика выводят мальчика из кутузки мрачный холодный туманный осенний день знатный для охоты мальчика генерал велит раздеть ребеночка раздевают всего донода он дрожит обезумел от страха не смеет пикнуть гони его командует генерал беги беги кричат ему псори мальчик бежит а то его в обед генерал бросает на него всю стаю барзых собак затравил в глазах матери и псы растерзали ребенка в кулачки генерала кажется в опеку взяли ну что же его расстрелять для удовлетворения нравственного чувства расстрелять говори Алешка расстрелять тихо проговорил Алешу с бредной перекосившись какой-то улыбкой подняв взор на брата правда Алеша тут же опомнится и заявит что сказал нелепость но мы совсем не так быстро опомнимся как Алеша читатель не понимает как правило это его фраза а вот потом уже после двух страниц яростного обличительного приговора к творцу который Иван дальше произносит в самых сильных вообще выражениях и в самых опорных точках основываясь на той же самой истории о затравленном мальчике Алеша вдруг проговорит за сверкавшими глазами ты сказал сейчас есть ли во всем мире существо которое могло бы имело право простить но существо это и есть и оно может все простить всех и вся и за все потому что саму было непоминанную кровь свою за всех и за все ты забыл о нем а на нем ты и сожиждется здание это ему воскликнут прав ты господи и бы открылись пути твои эти вот последовательные реакции героя в каком-то смысле раскрывают нам процесс восприятия образа читателем в том виде в каком этот процесс задумывался автором и недаром нам тут явлен читатель слушатель и вам поправить не читатель зачем терять хоть одного читателя ну скажем слушатель герой сначала спонтанно реагирует на внешний образ который потрясает все его чувства зачем ощущает какую-то занозу какую-то неисчерпанность образа на который вот он только сейчас так однозначно отреагировал ощущает что в глубине его есть нечто да отрицающее первоначальную реакцию на что он реагирует словами я сейчас сказал нелепость и в конце концов он приходит к видению и осознанию внутреннего образа который объясняет все и уничтожает вот этот самый первоначальный мурок вот этого расстрелять и вот в этот момент засверкают его глаза да потому что вот тут вот этот образ явится во всей своей первозданности и в результате прошедшего процесса вот этого отстранения да отмытый от всех этих наслоений восприятий тут важен вот какой факт дело в том что Иван рассказывает историю пересказывает историю которая за два года до этого была напечатана в том же самом русском вестнике в котором печатаются братья Карамазовы то есть Иван рассказывает историю на фоне первоначальной истории и при этом он рассказывает ее чрезвычайно своеобразно и изменения которые он вносит вот в эту самую первоначальную историю я вам сейчас ее тоже приведу они начинаются еще с самой характеристики того издания в котором он эту историю прочел он вот что говорит одну только еще одну картинку и то есть любопытство очень уж характерно а главное что прочел прочел в одном из сборников наших древностей в старине в архиве что ли надо справиться забыл даже где прочел я вам уже сказала прочел не в старине и в архиве а в русском вестнике журнал в котором постоянно печатается Достоевский и который фактически для его читателей как бы некое продолжающееся издание то есть вот эти изменения которые пользуясь плохой памятью герои как бы автор вносит текст они все значимы причем да были журналы действительно русский архив и русская старина но заметим что Иван не просто меняет вестник на архив то есть современность на глубокую древность но он опускает и русские в названии журналов указывая только на некую изначальную древность разворачивающаяся перед нами картинки причем для вот того внешнего образа который нас все время потрясает да совершенно безразлично где Иван все это прочел в русском вестнике в русском архиве просто в архиве и так далее а вот для внутреннего образа чрезвычайно важно что это архив и что он национально не маркирован Иван существенно меняет и сами мизан сцены в этой самой картинке которую он пересказывает сохраняется то что нужно так же как во французских фразах когда можно без них обойти достаточно прекрасно без них обходится французская фраза появляется в тот момент когда русский аналог никоим образом не дает возможности вот этого мгновенного и мощного расширения смысла вот то же самое и здесь то что можно сохранить сохраняется то что нужно изменить для вот этого самым мгновенного и мощного расширения смысла оно изменяется значит вот исходный текст и надо сказать что вообще для Ивановой коррекции он вполне годится Можно было, если это только вот эта самая картинка, для того, чтобы бросить Богу очередное обвинение в безобразности мироздания, можно ничего не менять. Значит, исходник. У другого помещика один крестьянский мальчик зашиб по глупости камешком ногу борзой собаки из барской своры. Барин заметил это, и окружающие были принуждены назвать виновника. На следующий день барин назначил охоту. Привели на место охоты мальчика. Приказано раздеть и бежать ему на огонь. А вслед за ним сосвор пустили в догонку собак, значит, травить его. Только борзые добегут до мальчика, понюхают и не трогают. Подоспела мать леском, обижала, ухватила детища свою в охапку. Ее оттащили в деревню и опять пустили собак. Мать помешалась, на третий день умерла. Мы видим, что история не менее кошмарная, чем-то даже более кошмарная. Итак, какие изменения здесь Достоевский производит? Прежде всего, то, что нужно для создания внутреннего образа, меняет местами умершего и оставшегося в живых. Да, в исходной истории собаки мальчика не тронули, что совершенно адекватно нормальному поведению охотничьих собак. Невозможно здоровить человека охотничьими собаками. Для этого волкодавы нужны. Или собаки, которые специально тренировались для охоты на медведя. И Достоевский, кстати, это прекрасно знал, потому что потом на постели Рюшечки появится как раз медерянский щенок, тот самый, с которым ходили на медведей и травили монахов в 16 веке, беглых. Вот. И он там будет очень важен. Но, значит, мать сошла с ума и умерла, да? В окончательном тексте Достоевского мальчик затравлен и ничего не сказано о безумии матери. Наоборот, она в этой картинке стоит неподвижно впереди всех на протяжении всего действия. И вот тут мы можем заметить, как сквозь вот эту Ивановую картинку начинают проступать совсем другие контуры, да? Мать при кресте сына. Вот это вот самое православное распятие, да? Которое изображается фигурами Богоматери Аммы. И остальные предстоящие распятия толпа, дворня, как все присутствующие в храме. И это мы. Достоевский сохраняет наготу мальчика. Это нужно, да? Важно. Потому что, чтобы мы увидели вот это обнаженное и израненное тело Бога. Конные против толпы, помните, отмечены, да? Все на конях. Завоеватели против покоренных, вот это самое ведение римских воинов. И он безгрешен. Достоевский будет наставить на этой вот безгрешности, вернее, герой Достоевского будет наставить на этой безгрешности мальчика. Это как бы многократно подчеркивается в его речи. И мой шутник скажет, пожалуй, продолжает Иван, да? Что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить. Но вот он же не вырос. Его восьмилетнего затравили собаками. Тут еще с возрастом чрезвычайно интересные вещи, но мы сейчас их опустим. Потому что... Чтобы не уходить в сторону, да? И вот в тот момент, когда глаза Алеши засверкают, и он начнет говорить свое, вот это вот, это существо есть, да? То вот именно в этот момент, его как раз отдавшим свою неповинную кровь за всех, разглядит Алеша в Ивановой картинке. Причем, если вспомнить православные иконы, то описание матери в картинке Ивана, оно неизбежно вызовет в качестве своего внутреннего образа не только распятие, но еще и снятие с креста. Это именно та икона, где мать стоит зримо впереди всех. Замечательная икона 16 века в Третьяковке есть. Просто дивная. Она стоит впереди всех, находящихся как бы за ее спиной, и всех по другую сторону креста. И при этом она не просто стоит впереди всех. Она в каком-то смысле стоит единственной из всех на иконе. Потому что... Вы помните, да, вот этот вот слом фигур, которые повторяют изгиб, снимаемый с креста, фигуры Иисуса? Это момент, когда мир обезумривает, потому что исчезает его вертикаль. То, что его держало. Он сламывается, он ломается. И все фигуры вот так вот сникают следом за фигурой Христа. Единственный, кто держит четко и отчетливо эту вертикаль, это Богородица на первом плане, принимающая в свои руки, как правило, голову Иисуса. Заметим, что это существенно отличается от католических изображений. Потому что, как правило, они пишут в фигуре Богородицы как бы второе распятие. Там даже зрительно она опирается вот так вот руками на окружающих ее людей, создавая вот эту вот форму креста. И она почти умирает у нас на глазах, во всяком случае лишается чувств. Ее держат только те, кто стоят вокруг нее. Здесь совсем другая концепция, совсем другая мысль, да, в иконе. Вот весь мир сошел с ума в ужасе от смерти Бога. И единственный, кто этот мир держит в этот момент, это его мать. Очень интересно, что Достоевский в данном случае, он не всегда так поступает, он вводит образ Богоматери непосредственно в текст, предшествующий великому инквизитору. И этот образ Богоматери, который он введет, он ссылается на хождение Богородицы по мукам. Как бы он его описывает, имея в виду, что его великий инквизитор будет просто по образу и подобию вот этого самого жанра. То есть как бы литература в веческих целях. Вот. Но на самом деле цели совершенно другие. Потому что именно в связи с этой вот картинкой, да, с этой вот сценой, Иван в своей обвинительной речи будет настаивать на том, что мать не может простить мучения ее сына. Ну вот, если, да, если потом гармония, то единственным препятствием этой гармонии оказывается что? Оказывается невозможность матери простить мучения своего сына. Что, ну как, Иван что говорит? Пускай она простит ему свое безмерное страдание. Но как она может простить его муки? И мы в первый момент, а может быть и не только в первый, должны будем с ней согласиться. Должны были бы с ней согласиться, если бы не прецедент, о котором вспоминает сам Иван. Потому что хождение Богородицы по мукам. Это вот эта вот самая история о посещении Богоматерью Ада, где она видит вот эти вот страшные муки и просит Господа о прощении всех грешников беззаяця. И вот тогда, в этот момент, Бог ей показывает на крест, к которому прибит ее сын. И спрашивает, как я прощу его мучителей? И вот в этот момент Богоматерь велит всем святым, всем мученикам, ангелам и архангелам пасть вместе с ней и молить о помиловании всех без разбора. То есть Достоевский зарифмовал две эти картинки так, что одна буквально является внутренним образом другой. В монастырской поэмке, да, мать неотступно молит о прощении мучителей ее сына. Это слово мучитель, оно будет повторяться, да? Как она простит его мучителям, спросит Иван, Иван, вот в этом самом генерале, которого расстрелять только можно. Но мучители сына Богоматери, это вообще-то опять-таки мы, это все человечество. Потому что, да, сколько бы веков с мамой это распятие не протекало, вот оно стоит, это распятие, вот каждый наш грех, да, это булавка в теле Господнем новая. То, что омывается, он христовой кровью. И прощается, исцеляется, все, больше ничем. То есть оказывается, почему Алеша сказал нелепость? Потому что нельзя расстрелять себя самих. Генералы-то мы сами. И заметьте, да, опять-таки, ни одного лишнего слова у Достоевского. Генерала взяли в опеку, кажется. Так вот, это нас взяли в опеку в результате. Да, и опекающей нас стала вот эта самая мать растерзанного нами сына, да? Потому что она, естественно, как известно, всему миру заступница и надежда безнадежна. То есть Достоевский, он не просто проводит нас через бездну зла, для того, чтобы там где-то в конце прийти к какому-нибудь добру, забыв про это вот самое зло. Он показывает нам, что в любом самом страшном образе, в любом самом страшном действии человека, с которым мы существуем, с которым мы сталкиваемся, мы, в конце концов, не можем найти, если мы достаточно долго будем вглубь в него вглядываться, мы ничего другого не увидим, кроме Вика Христова. В самом страшном разбойнике, в самом страшном предыдущем, или себя самого, на ход и в конец, в качестве мучителя этого самого Христа. И поэтому Дмитрий Карамазов в романе «У Достоевского везде» есть Христос романного мира. В романе «Братья Карамазова» это Дмитрий Карамазов. Он всегда очень неожиданный, этот самый Христос, потому что про Раскольникова долго думали, ну что с ним уже сделать, да? Совсем отрицательный герой записать или как-то еще. Очень умные вещи по этому поводу многие авторы писали. А читательское чувство сопротивляется. Мы совершенно не способны воспринять Раскольников как отрицательного персонажа. Именно потому, что по заданию он вот опять-таки Христос романного мира. И там это очень ясно. Помните, конец письма Кульхирии Александровны, когда она пишет вот это вот «Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему?» «Если не молишься, боюсь я в сердце своем не посетила ли тебя, новейшее модное безверие». «Если не молишься, то я за тебя молюсь». «Вспомни, Родя, как мы были счастливы, когда еще был жив отец твой, и ты лепетал свою молитву, сидя у меня на коленях». Что видим, если видим? Ну, раз, два, три. Какой образ? Буквикон, Божья Матерька, конечно, Буквикон, Божья Матерька, это младенец. Причем, заметьте, опять-таки жестко увязано с жизнью отца, да? При жизни отца своего. Вот Илья питал свою молитву, сидя у меня на коленях. Вот оно задание, в самом начале романа, вот оно задание героя. Ну, а дальше его уже можно выполнять или не выполнять, или извращать, как угодно. Но от этого он не перестанет быть тем, кто он есть по заданию. То есть он, как любой человек, он может с собой сделать все что угодно, он одного не может, он не может из себя вытравить образ Божий. Достолевский нас учит видеть вот этот образ Божий в любом самом страшном человеке, в котором нам предстоит. Вот Митя, да, опять-таки. Я, и опять возвращаясь вот к этому тоже в докладе уже процитированному, да, противоречию перевода русского и старославянского, да, когда Христос говорит сатане, либо в старославянском переводе, это в русском переводе «А ты иди от меня, сатана», оно все помнено, да, а в старославянском «Иди за мной, сатана». Ну вот. И вот Дмитрий Карамазов говорит, что да, пускай, и я твой сын, Господи, я целую край твоей изы, пускай я в то же время иду за дьяволом, но все-таки я твой сын. И вот для того, чтобы восстановить этот правильный порядок, да, понадобятся вот все вот эти страдания, через которые Дмитрию будет положено пройти. Для того, чтобы восстановить в себе правильный порядок бытия, для того, чтобы восстановить в себе вот этот изломанный и порубанный образ Божий, а не для того, чтобы разделить мир на добрую и злую половину. Не делится, нельзя, не получается. У Достоевского вообще будет совершенно дивное видение места, потому что не просто вот этот вот внутренний образ некой первоначальной истории будет возникать в его сценах. Но там будет происходить еще одна вещь, которую, наверное, лучше всего показать на примере записок из «Мертвого дома» сцена в бане. Это сцена, которая сразу была опознана современниками Достоевского, как, ну, просто описание ада. И он был сравнен тогда с величайшими художниками взрождения, писавшими ад, да, и в стихах, то есть Данте, и в образах, да, есть Микеланджи. Вот, и вот, смотрите, что в этой сцене происходит. Как бы сама сцена, вот эта сцена в бане заключает в себя внутренний образ сад. Он совершенно очевиден. Когда мы растворили дверь в самую баню, я думала, что мы вошли в ад. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой степени, что негде поставить ногу. Веников пятьдесят на полке поднималась, опускалась разом. Все хлистались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уже не жар, это было пекло. Все орало, гоготало при звуке ста цепей, волочившихся по полу. Иные, желая пройти, запутывались в чужих цепях. Сами задевали по головам сидевших ниже. Падали, ругались, увлекали за собой задетых. Грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то опьянелом, в каком-то возбужденном состоянии духа. Раздавались визги и крики. У окошка в предбаннике, откуда подавали воду, шла ругань, теснота, целая свалка. Полученная горячая вода расплескивалась на головы сидящих на полу, прежде чем ее доносили до места. Такой совершенно типичный адский мотив, до бессмысленности действий, приносящих муку, аж париваются сидящие на полу, вместо ожидаемого облегчения для тех, кто ждет воды. Все эти спины казались вновь израненными от воды. Поступили вновь страшные рубцы. Еще один типичный адский мотив. Непрерывного бесконечного возобновления одного и того же мучения. Это там, допустим, кожу содрали, она вновь нарастает, ее опять сдирают и так далее. У меня мороз пошел по коже, смотря на них. Постоянно повторяемый у Данте адский мотив сочетание обжигающего жара, обжигающего холода. Вот. Ну, и так далее. То есть, вот ад. И в этом аду Достоевский описывает, то есть, вернее, рассказчик описывает, как один из страшных разбойников, самый страшный разбойник на каторге Петров, понимая всю его беспомощность, Горянчикова, да, он берет его под свою опеку, он его проводит в эту самую баню, помогает ему раздеться, потому что очень трудно снимать белье из-под кандалов, вот, проводит его в баню, моет его, причем там постоянно повторяется, Петров ни от кого не зависел, никому не подчинялся, никому не прислуживался, денег он от меня, в общем, особых не ждал, там, зачем ему это было? Такое вот, опять вот это вот самое непонятное, почему, непонятно, зачем, только в данный момент относящиеся уже прямо к сцене. И вот заканчивается эта сцена замечательной Петровской, замечательной фразой Петрова, а сейчас я вам ножки вымыла. Я хотела сказать, что уж ножки-то я, может, и сам могу помыть, да, вот, и фраза как бы меня смутила даже, да, ну вот что, типа, вот, ну я потом понял, что в ней тоже не было никакого, как бы, никакого самоуничижения, а просто, а наоборот, у всех нормальных людей ноги, а у меня вот ножки, все на все. То есть, смотрите, да, перед нами сцена какого-то бесконечного участия, абсолютно сильной, независимой личности, к слабому существу, от которого он не ждет никакой, в общем, ни помощи, ничего. Какую сцена нам напоминает от самой ножки вымыла? Ту самую. Спасибо. Значит, вот, пожалуйста, сцена омовения ног, да, в Сионской горнице, когда, в общем, заметьте, фамилия Петров, она тоже, как бы, отсылает непосредственно главному действующему, ну, ко второму главному действующему лицу этой сцены, да, потому что именно Петр как раз и говорит, что, типа, не умоешь ног моих вовек. Вот. Так же, как и герой пытается, робко. Вот. И потом уже, когда, все-таки, когда Христос ему говорит, если я не умою ног твоих, не имеешь части со мной, да, тут уже, говорит, все, и руки, и ноги, и голову, пожалуйста. Вот. А и дальше мы, то есть, у нас обратно разворачивается эта самая сцена в бане, где Петров его сначала моют, потом ножки вымыют, да. И Христос ему дальше говорит, а мытому нужно только ноги умыть, да, потому что чистый весь. Вот. Но нам же нужно тогда еще понять, что, собственно, Христос говорит, опять-таки, в этой сцене, что вы еще сейчас не понимаете, что я вам сделал. Вы потом поймете. И эта сцена очень часто трактуется на моралистическом уровне и на нем останавливается. А он хороший уровень, но он просто предполагает, что выше есть еще один. И даже иногда и два. Вот. Так вот, что там происходит, в этой самой Сионской горнице? Мы все должны бы знать, я так осторожно говорю, на всякий случай, аж вдруг не знаем, из чтения Библии, что Пасху принято было есть стоя и подпоясывшись. Потому что это пища ухода, это пища стройников. И вдруг здесь Христос их встречает, и вместо стоя подпоясывшись, он совершает обряд омовения ног. Что означает обряд омовения ног на Востоке? Вы пришли. Странствие кончилось. Вы там, где вас встречает хозяин. То есть в этот момент, как раз, вся Сионская горница становится вот этим самым ранним землем. Местом, где хозяин встречает тех, кто шел к нему через все вот это долгое время, начиная от изгнания из Египта. Вот. И, соответственно, так же, как вот в Евангелии в этот момент Сионская горница становится ранней, так и внутри вот этой адской бани у Достоевского тоже в момент, когда вот эта вот бескорыстная любовь, абсолютно бескорыстная, да, это еще как-то многократно подчеркнута в тексте. Она совершается внутри каторги, внутри бани, а каторга – это один ад, в бане еще дополнительно другой, да, потому что это как бы два места, которые маркированы именно адскими коннотациями вот в народном сознании. Вот. То есть внутри этого такого двойного ада возникает вдруг край, возникает Сионская горница. то есть Достоевский не только говорит, что в образе каждого самого страшного человека находится вот этот самый образ Христов, но и мало того, любой ад вокруг нас в любой момент способны одним своим мощным каким-то действием любви, вот этим самым абсолютно бескорыстной любви, превратить в рай. То есть то, что будет дискурсивно так навязчиво и так непонятно звучать в братьях Карамазовых, что мир весь рай, да не знаем того, в образах оказывается чрезвычайно наглядно. Любое место для Достоевского – это место, которое превращается в ад или в рай мгновенным действием человека в этот момент, вот в этом месте. То есть мы каждым своим действием, Анастасия Горнин хорошо с ней сказала, Достоевский – это дверь, да, ну, помню, первоначально Христос – это дверь, но можно сказать, и каждый из нас – это дверь, потому что каждым своим действием в каждый момент бытия мы распахиваем двери либо аду, либо раю. Мы, соответственно, созидаем на земле либо ад, либо раю. Вот это, если хотите, такая теория пространства Достоевского. Наверное, я на этом закончу, потому что мы все уже засыпаем немножко, да. Вот. И если есть вопросы, то их можно задать. где и когда это можно почистить ансамбль? Ну, отчасти это печаталось в вопросах литературы, целиком книжка, она готовится сейчас, вот, но если дадут грант, то в следующем году выйдет. А если не дадут? Если не дадут, то не выйдет слюченок. Да, конечно. Вот в продолжение нашей песене «Ваши скорые царя», что вы только рассолите, подробно скажите, о томской и о Мадонне, то есть, необыча, 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 необыча. Нерешенность. Да. Мы все знаем, что Достоевский, то есть, это есть такое общее знание, что в братьях Карамазовых Достоевский говорит о двух типах красоты. Красота Содомская и красота Мадонны. И что это, как бы, два типа красоты, существующих в мире, это, как бы, активно используются, в средствах массовой информации для описания положения человека на Земле, которого там может окружать, там, скажем, Содомская красота или вообще, вообще, вот эта самая Содомская красота это то, что, вот, как бы, соблазняет нас в наших телевизорах, которые хочется выключить. Значит, дело в том, что это общее знание имеет очень мало отношения к действительности, потому что Достоевский говорит, вернее, его герой говорит совсем не об этом. Я напомню эту фразу Митя Карамазова, которая, откуда, значит, вот эти два типа красоты и пошли. Митя говорит, красота это страшная и ужасная вещь. А почему страшно? Потому что определить нельзя. То есть, нельзя определить, нельзя положить предел, да? Нельзя как-то ухватить. И дальше мы продолжим. Здесь все противоречия, здесь берега сходятся, здесь все противоречия вместе живут. То есть, красота это вещь, во-первых, неопределимая, и поэтому страшная и ужасная. И во-вторых, та, которая собирает внутри себя все противоречия, которые, как бы, традиционно кипя в нашем сердце, воспринимаются нам, как внешне для нас. и дальше Митя как раз и говорит, тут бог, дьявол с богом борются, да? Чрезвычайно существенно, тоже тут все теологически правильно. Дьявол с богом борются, как только не перефразировали эту фразу. Бог с дьяволом борются, Бог с дьяволом борются и так далее. Вот. А поле битвы сердца людей. То есть, заметьте, опять-таки, вот это вот самое сердце человека, оно становится, полем битвы. Чего? Дьявола с богом за вот эту вот какую-то красоту, да? Какую красоту? И дальше он говорит, да, что перенести я к тому же не могу, что человек. Да, вот. И дальше он говорит про эти два, как бы, два существующих идеала красоты. вот идеал Мадонны и идеал Содомский. Заметьте, все это происходит уже внутри человека и внутри его сердца. Красота – это то, где все противоречия живут вместе. теперь про определение собственно Содомский. У Достоевского это слово, которое, как я уже говорила, да, пишется с большой буквы. То есть, оно обозначает не некое метафорическое определение, оно отсылает нас к вполне конкретному эпизоду из Ветхого Завета, когда в Содом приходит кто? Кто приходит в Содом, господа? Ангелы, совершенно верно. В Содом приходят ангелы, а вовсе не блудницы присовицы. Это этих самых ангелов Содомли не собираются, чтобы познать всем городом. Вот красота. То есть, красота, она одна. Дальше наше к ней отношение, которое определяется вот этим самым битвой на поле нашего сердца. То есть, мы смотрим на ангелов, и мы можем возноситься душой к Богу через посланника его, а можем просто обрушивать на него свои самые низкие желания. Абсолютно не запрещено. И в этом смысле, опять-таки, вот красота, она так же беззащитна, как беззащитен перед нами Христос. Красота также могуча, и красота также беззащитна. Потому что вот он абсолютно отдался во власть вот этого самого терзавшего и мучающего его человечества. Что вы думаете, если бы, говорит апостол, если бы, да, все бы палки Господь, не пришли бы меня защитить, он, а он приходит как абсолютно беззащитный. Вот точно так же является перед человеком красота. И в каком-то смысле, ну, можно все время говорить, роман братья Карамазович целиком посвящен и дальше вот в каком-то смысле можно сказать, что роман братья Карамазович целиком посвящен вот этой самой проблеме красоты, загоняния вот этой красоты в Содом. Или наоборот выведение ее из Содома. Потому что если мы вспомним историю Федора Павловича с его последней женой, с матерью Алешей Ивановой, то вот это вот как раз девочка робкая, несчастная, которая невинная абсолютно. Заметьте, да? У меня ее невинные глазки тогда, вот вам, пожалуйста, вариант Содомского Содомской истории. У меня тогда ее невинные глазки как брить вы по душе полоснули. Вот. У него ее невинность вызывает исключительно острое мужское желание. Все, больше ничего. Никаких других чувств. И дальше Достоевский чрезвычайно интересно этот мотив развивает. Как раз когда Алеша падает почти в обморок от его рассказа о том, что он делает с его мотивом, Даша, о чем рассказывает Федора Павла? Что она там тогда особо городичные праздники наблюдала и меня вся гнала. А мне это надоело. Я ей говорю, вот я этот образ возьму, который ты молишься и плюну на него и ничего мне за это не будет. Вот тут Алеша падает в судорогах и он Иван говорит ой, ну он прям как вот мать своя она вот тоже я думала она убьет меня она вот тоже вот так вот затряслась вся и упала. То есть нам прямо показывают и она как бы заметьте я на твой образ плюну достаточно никогда просто так не пью. Говорят он плохой стилист он гениальнейший стилист потому что вот за этой вот фразой которая как бы нелепо относится одновременно к образу Богоматери и к самому образу Софьи я на твой образ плюну вот это она как бы совмещается вот эта вот икона как бы тоже входит внутрь ее как бы вот этот плевок на икону и плевок на нее становится одно и то же вот вот это и самые корявые фразы за счет нее вот 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 этот момент загоняния красоты в садом а там есть естественный момент выведения красоты из садом это история Митии Грушеньки когда вы помните это женщина тигр ее вообще убить мало это вот то что Митя о ней изначально рассказывает инфернальность изгибы инфернальные там да ножку там только показала поцеловать дала и вообще всячески издевается над бедной Митей дальше когда он едет в мокро возникает смотрите что изменилось ничего не изменилось изменилось что-то в душе Митя потому что в тот момент когда он узнает что она поехала в мокрое к своему первому бесспорному он вдруг у него исчезает вот всякая вся та ревность которую он ее прежде терзал он вдруг понимает что это абсолютно ее право чего ему раньше в голову вообще не приходило потому что женщину кто же спрашивает как известно из еще древних летописей по поводу умыкания жен в славянских государствах вот просто вот он ее любит и все то есть он как бы как бы он думает что он ее любит вот таким вот образом и все а дальше уже женщину кто же спрашивает а тут вдруг он понимает что она абсолютно в праве и что вообще тут ее и его право и вот она во столько лет не сбыл а я-то тут зачем затесался и Митя едет в мокрое где он собирается просто устраниться с ее дороги со словами царица души моли да обожаю царицу души моли дай мне часов долюбить вот эта страстная молитва к Богу смотрите он употребляет исключительно опять-таки слова которые применимы к правилу к образу Богоматери то есть все совершенно вдруг переворачивается вот от этого щелчка в душе но дальше происходит вообще фантастическая вещь потому что в конце самого романа роман я напомню называется Братья Карамазовы Митя вдруг называет Грушеньку братом нет опять-таки фраза смешная по поводу Грушеньки на ревности но словечко за такое да это ты ошиблась брат Грушенька говорит он это ты маку там дала и так далее но слово-то уже произнесено то есть он не просто как он скажет ее душу в свою душу принял сам через нее человеком стал вот этот момент когда вот эту битву на поле сердца проиграл тот кто нападает да тот кто пытается узурпировать красоту для себя вот но он еще и эти отношения стали не просто возможно стали отношения не просто как там там низшего к высшему да но и стали возможны братские отношения самые как бы опять-таки весь правом братья кражинца посвящен тому что братья это вот мы все это вот как бы главное определение человека на земле вот так вот грушенька это вдруг из всех этих вот объект прежде всего она объект да в первом случае она объект страсти ну самый тигр зверь и так далее во втором случае она объект поклонения царица души моя но тут в конце она вообще становится субъектом она становится братом вот вот какой путь проходит вот эта самая униженная в садом посаженная красота кстати там Митя ведь замечательно он и говорит в садоме ли она в садоме или красота верь что в садоме она и сидит для большинства людей то есть ну да если взять и посадить в этот самый садом то вот там красота будет вот садом ска помню еще раз ангелы пришли и на них посмотрели именно таким взглядом то есть речь опять-таки не о том чтобы отсечь эту самую садомскую красоту от какой-нибудь хорошей мадоннами и как-нибудь ее тихонечко уничтожить а речь просто о том чтобы вывести эту красоту из этого самого сада вот я ответила у меня есть продолжение отлично значит вопрос можно ли ваше разъяснение понимать так что с вашей точки зрения с точки зрения Синаевского какое произведение искусства духовно нейтральное и вот эти знаки плюсы они возникают только субъективно на уровне восприятия нашего я не достоевски ничего подобного не говорили простите это о красоте было а произведение искусства это абсолютно не красота произведение искусства это некое послание возможно и о красоте но как правило о совершенно других вещах но это вообще была бы целая отдельная лекция о том что такое эстетическое восприятие отчасти об этом писали да ну ага пожалуйста можно назвать красоту садовской и так эти два слова красота и садовы могут живаться вместе ведь еще известно что Константин Байкут по-моему да он будет стать разговаривай разговаривай все равно все равно все равно я с этого начала я сказала что есть такое общее знание а дальше я вот все это время наверное неуклюже пыталась как-то как-то сказать что это общее знание все-таки неверно и сказать примерно то же что говорит Бальмонт но вот видимо у меня не совсем получилось простить пожалуйста ты не на ли возраст как можно говорить что лучше находить в сторону возраст мальчика все-таки уйдем в сторону значит я отчасти наверное буду на следующих лекциях затрагивать потому что это связано с мальчиком Христа на елке а это требует отдельного разговора вот но мы тут видим что Иван называет возраст 8 лет то есть это возраст уже не невинного младенца Иван там регулярно ошибается вообще и эти ошибки все очень знаковые смысловые вот да мы знаем что с 7 лет положено избавить то есть младенческий возраст кончился вот этот самый невинный возраст он закончился и мы главное то что мы в братьях Карамазовых видим этих самых мальчиков от 8 9 10 Илюшечки 9 да которые как раз и убивают друг друга потому что в конце концов Илюшу убили но мог он убить и Алешу он чуть не покалечил и палец упустил и вообще много чего хорошего сделал да то есть это все происходит на фоне как раз вот этой абсолютной невинности детей то есть что нам здесь еще показывает Достоевский Иван играет на наших предвзятых мнениях на чем то что у нас как бы установилось и что не имеет никакого отношения к реальности но тем не менее продолжает существовать в сознании вот в частности это детская невинность вот она там самым многообразным образом будет в романе обсуждаться потом ну вот я говорю целая линия вот этих мальчиков она же там не отдельная линия она очень тесно под к ним плетена если нету выше вопрос немножко в другую сторону я понимаю что пожалуй центральным самым интересным вещами Достоевского являются как раз братья Карамазовы и вот и прочее получилось это я для себя просто выяснить получилось так что одно из ранних произведений Достоевского скверный анекдот я почитал позже чем эти вещи и мне кажется что и дискурсивные где-то по смыслу Достоевский там несколько другой что именно там другое я для себя сформулировать пока не могу ну либо прокомментировать скверный анекдот как-нибудь в этом ключе в другом ключе знаете вот я сейчас не возьмусь вот так вот сходу потому что я скверный анекдот никогда сама подробно не анализировала а это очень непростой текст он кстати не такой уж и ранний он уже 60-х годов вот и он совсем непростой там ведь речь идет о каких-то очень странных вещах прежде всего о вот этой вот способности человека то есть о стремлении человека снизойти да генерал да 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 и о том как то есть вот он как солнце он как бы он мечтает о том что вот он сейчас явится да и просто осенит с собой эту свадьбу вот такое пришествие Христов так Бог на на пире людском вот и в результате оказывается полный свинил простите да потому что то есть даже пересказывать страшно все что он там сделал вот и портит вообще все уничтожает праздник и портит заодно и карьеру своему подчинену то есть на самом деле ну самое очевидное как бы что тут можно сказать это вот человек который как бы претендует не на свое да то есть братья будьте братьями не надо там отцы учителя там да и так далее ну вот то есть вот это вот у него это постоянно было вот страшное неприятие вот этого человеческого неравенства вот придуманного человеческого неравенства вот и ну там я думаю там там очень на самом деле очень плотная фактура и там за каждую ниточку можно потянуть и вытянуть поэтому я только так кончается интересно строгость строготь и строготь да 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 все хватит уже хватит миловать это всех вот то есть опять-таки бог человек он может удержаться только вот в этих границах то есть если он как раз отгородится если он то есть если это в общем такой маленький такой бутончик зачаточек великого инквизитора потом да то есть отойти вот на эти самые много шагов от человека чтобы ему казалось что ты большой а он маленький и вот только на этой большой дистанции можно вот эту иллюзию сохранять так что если уж ты к нему не зайдешь то тут в лестнице самая неожиданная вещь пожалуйста что значит кем выступают а вы знаете я бы просто не делала из этого еще раз Достоевский не повторяет евангельскую историю он ее не разогревает с новыми персонажами просто он просто в каждой истории у него оказывается человек на которого этот груз а это на самом деле страшный груз это вовсе не привилегия быть Христом романного мира он в данный момент упал этот груз а у них своя история будет в этом смысле потому что этот образ Христов он в каждом человеке каждый из нас призван стать сыном Божиим это некоторым образом каждого из нас обязанность у каждого из нас будет в этом смысле своя история точно так же как у каждого из братьев эта история уже есть или она начинается там очень интересные моменты можно провести в том числе что касаемо Ивана там например есть прямая аллюзия на притчу о добром самаритянине где показано почему Иван в данном случае не разворачивается как образ Христов потому что Иван там одновременно и разбойники и Христос то есть то есть у него всегда есть как бы вот это самое второе компенсирующее помните когда он идет к Смертикову и ему пьяный мужичонок по дороге встречается и поет ах поехал Ванька в Питер ну опять как Раскольникова нарежился примерно да точно так же как Ваня этот стишок слушать и он ему в конце концов трескает со всего духом по голове и тот падает и естественно понятно что он замерзнет то есть он его фактически убил а вот когда он уже возвращается от Смертикова вот с этим новым решением потому что как раз с решением что он говорит завтра крест но не виселится вот как бы его возможность его возможность взять на себя вот это самое да вот стать встать тоже здесь Христом выкупить брата признаться вот все да и он видит этого мужичонку замерзающего он его хватает отогревает растирает тащит в часть заботится чтобы его приютили в общем он там пожалуйста повторяется абсолютно притча о добром самолете вот но как мы знаем наследует но он это делает вместо он это делает вместо того чтобы пойти немедленно донести о самом разговоре со Смертиковым после чего он получает известие о том что Смертиков повесился и когда он уже идет из части на него он говорит ну все уже поздно поздно туда идти да и на него наваривается опять вот этот мрак страшный вот все не состоялось потому что через буквально там совсем немного времени он услышит о том что Смертиков повесился и что значит его показания не имеют абсолютно никакой цены потому что кто ему теперь поверит вот но одновременно то что да то есть что значит здесь быть Христом это значит взять на себя всю тяжесть общей вины потому что Зостоевский там везде показывает что вина-то общая отца все убили как Иван скажет в своем обречительном павлее он в конце концов так только и остается всеобщим обречителем все убили отца значит да а теперь делает вид что испугались вот ну а правда скажет все убили отца там абсолютно все поработали такое коллективное действие вот но искупление ему искупить вот этот вот общий грех ему будет не дано и он не возьмется и мы одновременно о чем нам здесь напоминается о том что любая избранность сейчас же это слово очень популярно избранный это просто мечта вообще всего и всех я избранный там и так далее о чем напоминает что избирают на крест на страдания что избирают на лишение избранный это тот кто будет кто понесет грехи всех вокруг него избранный это тот кто заплатит собой за всех вокруг него вот что такое избранные вот И это то, о чем мы, хотя вот я сегодня на службе стояла и думала, ну в принципе, конечно, но если у нас такая служба, зачем нам вообще все остальное? Да, можно уже, все, и хорошо, но просто потом-то мы выходим из храма, а иногда мы даже еще и в храме начинаем уже, несмотря на то, что рай, он зримо спустился на землю, все начинаем толкать соседа, потому что это единственное, что нам в этом раю мешает. Чтобы совсем было хорошо, но вот тут вот. И вот тут-то как раз и приходит литература, потому что она нам напоминает, что тот, кто стоит рядом с нами, страшно мешает нам в этом нашем райском блаженстве, вообще кто-то это Христос рядом с нами стоит. Ну вот, ну мешает он мне. Но мы этого в храме, понимаете, вот не осознаем просто так. Вот для этого нам всем придется Достоевского почитать. Нет, можно прямее, можно, но мало кому удается. Вот Святой Марии Египетской вообще ничего читать не надо, даже Священного Писания. Сразу просто уже все в сердце буквами. А нам приходится читать много букв. Ну, тогда, наверное, если больше нет вопросов, то спасибо. И мы встречаемся с 17-го. Спасибо.